Всем привет, друзья! 15 ноября, понедельник. Всех с началом трудовой недели. Я Максим Журавлев, канал про деньги и рынки. Вы, наверное, обратили внимание на название вот к этому обзору. Постараюсь объяснить, почему именно так я назвал сегодняшний выпуск. Давайте для этого перейдем на сайт Центрального банка России. А если быть точнее, посмотрим последние документы, последние выводы, отчеты данного учреждения. И там, я полагаю, будет ответ. Итак, друзья, давайте посмотрим на индекс Московской биржи. Это недельный таймфрейм. Если мы посмотрим на более широкое рассмотрение, возьмем, например, с 2019 года. Да и вообще, в целом, мы понимаем, что сейчас мы находимся вблизи исторического максимума. Максимум у нас был зафиксирован еще где-то, получается, в начале октября, в первой половине октября. И вот последние несколько недель мы с вами, условно говоря, корректируемся немножечко. Но для того, чтобы ответить на вопрос изначально, который мы с вами поставили, почему все-таки на российском рынке готовится, условно говоря, стрижка, для этого давайте попадем на сайт Банка России в заголовке, точнее в поиске и наберем обзор финансовых рисков. И в выдаче, в поисковой, вот на этом сайте у вас появится вот такой перечень. Нас интересует обзор рисков финансовых рынков за октябрь 2021 год. То есть, это относительно свежая публикация. И что здесь сказано? Давайте глянем этот документ. Значит, здесь сказано, естественно, о глобальных рисках, которые сейчас присутствуют на рынках. Здесь же упоминается и китайский застройщик Event Grant, о котором мы несколько раз упоминали. И повышение процентной ставки, инфляции и так далее, и так далее. Но что очень важно, и что для нас принципиально составляет определенную, так сказать, ценность информационную, так это раздел акций, российский рынок акций. Здесь что происходит? Рынок ОФЗ, сейчас мы покоротко по нему поговорим. Здесь написано буквально следующее. Находим страницу 11-я. И вот здесь дается некая справка о том, что произошло в октябре месяце на российском рынке. И каковы были причины падения или роста. Ну и в целом объясняется вот эта некая структура, какие отрасли были аутсайдерами, какие наоборот в авангарде росли и почему. И вот второй буквально абзац. Основными нет-продавцами, то есть это чистые продавцы, которые реально продали и ушли. Условно говоря, продавцами на вторичных биржевых торгах на рынке акций в октябре оставались нерезиденты и дочерние иностранные банки, нарастившие объемы продаж с 27 до 78,6 миллиардов рублей, если сравнивать, например, с сентябрем месяцем. Также нет-продавцами выступали собственные денежные средства, так называемые НФО, то есть это, вероятно, всего профессиональные участники рынка ценных бумаг. Они тоже являлись чистыми продавцами. Они нарастили продажи в объемах 13,3 миллиарда рублей. Основной объем покупок осуществляли физические лица на 82,1 миллиард рублей. Также о покупку совершали НФО, вот эти вот профессиональные, в рамках доверительного управления. То есть покупки физических лиц оказались максимальными с начала года, немного превысив апрельский показатель 80 миллиардов рублей. Давайте вот посмотрим, что у нас было в начале года. Получается, в начале года, это вот у нас вот этот период, январь, февраль. На тот момент, если мы посмотрим, это тоже был фактически, условно говоря, уровень максимальный, то есть исторический максимум. Но после этого, справедливости ради, стоит сказать, что мы увидели дальнейший рост. И после этого, с начала года, рынок российских акций, вырос примерно на 25%. В общем-то, в целом, если по индексу говорить, неплохой показатель. Но сейчас ситуация на, по сути дела, завершение 2021 года складывается несколько иначе. Если мы с вами коротко сопоставим экономические ситуации, экономические новости и вообще положение дел на начало года и на сегодняшний момент, то это несколько разные вещи. Во-первых, первое, это, конечно, некий ажиотаж в начале года и фискальные стимулы от разных банков, от Центрального банка России, от Федеральной резервной системы США, которая накачивала деньги, деньгами экономику, низкие процентные ставки. На тот период сам Центральный банк России, по крайней мере, держал низкие процентные ставки относительно текущих процентных ставок. И все это, конечно, в некотором роде подогревало аппетит к риску и в том числе со стороны физических лиц. Тогда покупали не только физики, но тогда покупали и юридические лица в том числе. На сегодняшний момент ситуация несколько изменилась. Юридические лица не резиденты, это профессиональные участники рынка ценных бумаг, валютного рынка. У них есть определенная информация по рынкам, по текущей ситуации в области финансов, экономики, о каких-то будущих шагах Центральных банков, в том числе ФРС и Центрального банка России. И они, конечно же, принимают решение о выходе из рынка, распродажам и, соответственно, выход в кэш, что называется. И поэтому мы видим, что, да, действительно, здесь они распродавали, но физические лица, несмотря ни на что, продолжают покупать. И на сегодняшний момент рынок еще выше стал, ажиотаж продолжается, но Центральный банк России начинает агрессивно поднимать процентную ставку. Это первая причина, почему они резиденты начинают уходить, в том числе из рынка ОФЗ. Вторая причина. В Соединенных Штатах Америки, это главная экономика мира, именно там задается основной тон и настроение глобального инвестора, так это назовем. Там начинается программа сворачивания выкупа активов, то есть идет речь о сворачивании экономических стимулов, которые были в начале года, то есть тогда, когда действительно оптимизм в какой-то мере существовал. И плюс ко всему, тогда еще были некоторые надежды, то, что инфляция, о которой сейчас уже все громче и громче стали говорить, имеет такой, знаете, временный характер. То есть вот еще, кстати, еще добавлю, что в начале года были реальные надежды на то, что ситуация с этими, с пандемией, она будет, скажем так, уходить в прошлое, открываться будут экономики, вакцина, которая на тот момент только стала появляться в разных государствах, в разных странах, были связаны с этой надеждой, с вакцинацией населения, да, общее. Но на сегодняшний момент мы видим, что реальных, скажем так, результатов пока что это не принесло, и рынок продолжил расти. Короче говоря, вывод общий такой, что на сегодняшний момент физики продолжили покупать, и продолжили покупать достаточно агрессивно. И, естественно, профессиональный участник, понимая какие-то риски в перспективе, ему необходимо найти какого-то покупателя, для того, чтобы избавиться от каких-то рискованных активов. И этим покупателем, как правило, является физическое лицо, главное вот действующее лицо при каких-то крупных распродажах. И сюда я бы еще добавил, знаете, достаточно агрессивную рекламу брокерских услуг по интернету и по телевидению и других источниках средств массовой информации о том, что если вы хотите защитить, например, деньги от инфляции, необходимо вот инвестировать, открывайте брокерские счета. И более того, тому есть результат уже. Московская биржа говорит о том, что очень много стало физических лиц, которые имеют брокерские счета. Короче говоря, вывод такой, что вот эта информация, где написано черно-по-белому, что основными покупателями стали физические лица, лично для меня является, ну не то чтобы каким-то тревожным сигналом, нет, конечно же. Еще раз повторюсь, в начале года тоже физики покупали. Но тогда, когда ситуация накаляется, когда действительно ситуация с той же инфляцией выходит, по сути дела, из-под контроля и уже начинает говорить о том, что, например, ФРС США, возможно, будут не запланированно повышать процентные ставки, ЦБ действительно агрессивно начинает действовать. То есть реально проблема-то есть. Тут начинают первые звоночки поступать из Китая по поводу вот этих вот возможного дефолта, крупнейших застройщиков и так далее. То есть можно много перечислять здесь факторов, рисков. И в этот момент увеличивается объем покупок физлиц. Короче, стоит задуматься. Я полагаю, что здесь, возможно, серьезная, скажем так, стрижка. И в таком момент, когда физики обычно покупают, но у профессионального участника желание, конечно, всегда есть, ну каким-то образом на этом деле заработать. Поэтому здесь коррекционное движение, вот в этом смысле все-таки оно уже еще больше напрашивается. Но и в завершение, да, вот смотрите, есть еще такой вот документ, ликвидность банковского сектора. Это тоже достаточно скучная тема, но здесь тоже буквально каждый месяц публикуется статистика по покупкам иностранными инвесторами валюты, и не только иностранными инвесторами, и другими участниками. И здесь вот конкретно тоже черно-по-белому написано, что, да, рубль в октябре укрепился на 2,5%, но при этом наблюдается активная продажа именно российского рубля и покупок доллара нерезидентами. Если быть точнее, вот давайте здесь найдем вот эти фразы. По данным о покупках валюты на биржевом и небиржевом рынках, укрепление рубля происходило несмотря на покупки валюты нерезидентами, что наблюдается довольно редко. Таким образом, укрепление рубля, вероятно, было связано с возросшими продажами валюты со стороны экспортеров на фоне высоких цен на большинство сырьевых товаров. Соответственно, укрепление рубля сейчас во многом именно было завязано на росте цен на ту же нефть. Средняя цена вот за последние месяцы на марке Юрлс была 70 долларов за баррель. Это достаточно высокий показатель. Получается, если фактор нефти как только отойдет, то будет реально серьезное ослабление российского рубля, поскольку нерезиденты-то уже выходят из рынка, они распродают и на рынке акций, и на рынке ОФЗ. А на рынке ОФЗ основными покупателями облигаций, которые размещает Минфин, тем не менее, являются наши коммерческие банки системообразующие. Это тоже есть в отчете. И вот буквально картиночка в завершении, да, вот картинка, которая демонстрирует вот это все. То есть, получается, красная линия – это у нас нерезиденты, начиная с апреля 2021 года. Они все это время покупают валюту, то есть постепенно выходят из рынка. А синяя – это локальные участники, за исключением экспортеров. Вероятно, это центральный банк. Возможно, это будут какие-то страховые компании. Возможно, сам Минфин покупает, а тут гадать себе бесполезно, потому что это закрытая информация. Но и, собственно говоря, мы видим, что везде у нас тренд растущий. То есть, фактически мы видим, что рубль-то у нас от него, по крайней мере, избавляются по итогу, а по факту идут приобретения долларов США. Но все это тщательно замаскировано графиком укрепления национального рубля, национальной валюты. То есть, мы с вами приходим к выводу к такому, что вот это укрепление, как мы с вами много раз говорили, укрепление рубля, которое происходит уже достаточно длительное время, по нашим меркам, да, и оно, укрепление, это достаточно такое нудное идет и такое, знаете, медленное. Но, еще раз повторяю этот тезис, что когда идет такое укрепление, доллар, как правило, в определенный момент, предугадать это крайне сложно, выстреливает очень быстро, буквально за пару дней. То есть, рубль валится там буквально за какие-то считанные дни. А все почему? Потому что, опять-таки, возвращаемся вот к этим рискам, да, вот к этим вот статьям, вот к этим выводам, где опубликованы не где-нибудь, а на сайте Центрального банка России. И, соответственно, мы понимаем, что все это время идет накапливание валюты. И Минфин, кстати говоря, это делает. И это делают другие участники и не резиденты, несмотря на укрепление рубля. Поэтому пружина сжимается, и в какой-то момент она обязательно выстрелит. Вот такие соображения на утро, на понедельник, пища к размышлению. Напишите свой комментарий вот по этому всему вышесказанному, насколько это правдоподобно, действительно ли готовится вот этот какой-то переворот на рынке, да, или вот эта вот информация, где действительно уже однозначно написано, что физики еще больше затарились. Не опасно ли это для будущего нашего рынка? Друзья, на этом пока все. До встречи в следующем видео.